Всем привет! С вами Точёный. Сегодня ролик чисто поразмышлять и порассуждать на одну интересную тему, от которой, может быть, у кого-то бомбанёт. Но это не точно. Сегодня я хочу обсудить такую тему, как чайлфри, вазоктомия и прочие вещи в сфере веганов. Сразу скажу, что я не осуждаю людей, которые чайлфри, которые делают вазоктомию и подобные вещи. Это их право, они делают то, что хотят, делают и то, что считают нужным. Я хочу обсудить маленькую крохотную сферу, это почему веганы делают это и с какой целью. Одной из основных целей, которую я услышал, услышал один единственный раз, это сделать вазоктомию, быть чайлфри для того, чтобы снять нагрузку с матери природы. Ну, то есть не рожать новых детей, чтобы сделать планете легче. И эта затея кажется мне проигрышной и немножко неэффективной. Давайте порассуждаем и разберемся, почему. Вот вы переживаете за природу и хотите ей помочь. И что же вы делаете? Вы решаете себе возможности рожать детей, усыновлять детей, если вы чайлфри, и передавать свой опыт, свои взгляды в будущее. Таким образом, если мы немножко гиперболизируем, все веганы ставят чайлфри, не стали заводить детей и не стали передавать свой опыт, то в конце концов все веганы вымрут. И на земле останутся только не веганы. Естественно, в такой ситуации состояние земли будет уничтожено. Сильное заявление. Ну, я, конечно, гиперболизирую, и на каком промежутке времени это будет и будет ли, я не знаю, но могу предположить, что будет именно так. Второй момент, который мне кажется спорным, это жизнь в гармонии с природой в рамках всех вот этих процессов. Допустим, вы хотите жить в гармонии с природой, но действительно веганы хотят жить именно так, как я это вижу. Тогда почему бы не передать свой опыт людям, которые будут жить в гармонии с природой дальше и дальше нести эти идеи? С другой стороны, если вы не хотите жить, жить, ключевое слово, жить в гармонии с природой, почему бы не стать перегноем для какого-нибудь деревца прямо сейчас? Это немножко странная позиция. Вы вроде и хотите помочь природе, и не хотите рожать, но хотите дожить. Ну, здесь особых противоречий нет в том, что вы хотите дожить свою жизнь, но все равно, если мы будем гиперболизировать такие идеи, развивать их, рано или поздно фанатики, которые будут становиться перегноем здесь и сейчас, найдутся. Ну, они могут найтись в любом направлении, но этот момент, на мой взгляд, все равно заслуживает внимания. Что касается вазоктомии, то мне кажется, что это более символичный для вегана шаг, чем шаг, направленный на какую-то эффективность. Допустим, вы любите секс, у вас много партнеров. В такой ситуации вам все равно придется предохраняться, иначе вы, скорее всего, подцепите какую-то болезнь. И вазоктомия здесь будет терять смысл, потому что вы все равно предохраняетесь. И тот 1%, в котором может порваться презерватив и случиться как антиная оказия, ну, на мой взгляд, не стоит того, чтобы делать себе какие-то операции, платить за это деньги и так далее. Ну, и потом, если вы вдруг передумаете, то вам придется переколдовываться обратно. Опять деньги, операции, вмешательства. Может быть, это все не слишком дорого, не слишком сложно с медицинской точки зрения, но все равно это время и деньги, и не совсем приятные ощущения, я так полагаю. Что еще меня немножко интересует и немножко задевает мой интерес, так это то, что люди, которые вроде как по зеленым причинам стали челфри, сделали вазоктомию и так далее, примешивают сюда обычные бытовые причины, что надо тратить время на ребенка, что это дорого и так далее. Ну, если ты делаешь это из зеленых причин, то упоминать об этом, особенно в таком жестко негативном ключе, не совсем правильно. Понятно, что иногда веганы, я сам, когда говорю о веганстве, говорю, что это может быть дешевле, удобнее, комфортнее и так далее, но все равно меня немножко этот момент задевает, потому что если ты решил стать челфри и сделать вазоктомию просто потому, что тебе впадло заниматься ребенком, то, ну, сделай, сделай, ну, я тебя не буду осуждать, дорогой мой друг или подруга. Но если ты примешиваешь одно к другому, то это не совсем правильно, что ли, не совсем честно, если ты такие вещи пропагандируешь. В целом я просто высказал свое мнение, я не испытываю никому никакого негатива. Делайте то, что хотите делать и то, что считаете нужным. Что я хотел этим видео сделать, так это немножко привлечь ваше внимание к этому вопросу и заставить вас немножко порассуждать вместе со мной. Потому что вдруг вы не очень любите думать и в душевном порыве уже записались к врачу и бежите, бежите спасать планету. Надеюсь, мои размышления вам помогут принять правильное решение. На этом все, подписывайтесь на канал, смотрите предыдущие ролики, с вами был Точеный, пока!